Итал Дизайн Джуджаро. Дизайнерская и инжиниринговая компания, наиболее известная во всем мире благодаря своим разработкам в области автомобильного дизайна. Итал Дизайн основанный одним из самых известных автомобильных дизайнеров Джарджетто Джуджаро за свою более чем полувековую историю разработала дизайн таких известных и ныне культовых автомобилей, как Audi 80, DMC DeLorean и Volkswagen Golf. Однако в список работ итальянской компании из Монкальери, что неподалеку от Турина, иногда пытались включить и менее известные автомобили, которые на самом деле не имели никакого отношения к итальянскому дизайну. Одним из таких автомобилей как раз был среднеразмерный Morris Idol, выпущенный британским автомобильным конгломератом British Leyland 1 июля 1980 года. Приемник небольшого семейного Morris Marina, о котором уже было рассказано на канале, по большому счету являлся просто обновленной версией своего предшественника, впервые выпущенного еще в 1971 году. Своё название автомобиль получил от студии ItalDesign, хотя в действительности итальянская компания была на мета лишь для управления реинжинирингом Morris Marina, для того чтобы помочь разработать новую оснастку и методы сборки, а также разработать способы интеграции измененных деталей нового автомобиля в существующую производственную линию Marina. Разработкой же дизайна на самом деле занимался британский автомобильный дизайнер Harris Mann. Но невзирая на то, что итальянская дизайнерская студия не имела никакого отношения к внешности нового ITAL, реклама British Leyland все же подчеркивала связь нового автомобиля с итальянским дизайнерским домом, несмотря даже на то, что сама студия не признавала своего участия в разработке экстерьера ITAL. Стоит также отметить, что на сегодняшний день на официальном сайте ITAL Design в списке работ по стилю за 1980 год присутствуют лишь Fiat Panda, Fiat Panda 4x4 Strip или Anchi Medusa. Никакого Morris ITAL там нет. Справедливости ради стоит также отметить, что во внешности ITAL действительно нет ничего такого, что можно было бы связать с итальянским дизайном. Новый в кавычках ITAL по сравнению со своим предшественником, конечно, имел совершенно новый дизайн экстерьера, однако в остальном он все же оставался все тем же Marina. Он сохранил те же 1.3 и 1.7 литровые бензиновые двигатели и тоже архаичное заднеприводное шасси. Даже приборная панель с интерьером практически в неизменном виде перекочевали с предшественника. Как и Marina, ITAL был доступен почти в тех же различных вариантах кузова. Разница заключалась лишь в том, что ITAL не предлагался с кузовом купе. Остальные варианты кузова были полностью перенесены из винейки Marina. А это четырехдверный седан, пятидверный универсал, ют или проще говоря пикап и фургон. Вообще устаревшая конструкция ITAL в то время сильно отличала модели от многих современников того времени. Таких как Opel Ascona, тот же Vauxhall Cavalier, а также Talbot Alpine, в которых уже использовался более современный передний привод. Только среднеразмерный Ford Cartina и позже его преемник Sierra вместе с ITAL оставались единственными европейскими автомобилями среднего класса, сохранившими привод на задние колеса. В защиту ITAL, по большому счету представлявшему собой глубокий рестайлинг старой модели, стоит сказать, что в 1970-х годах British Leyland был занят разработкой совершенно нового автомобиля, который в начале 1980-х годов должен был полноценно заменить устаревший Morris Marina. Именно поэтому на ITAL, который изначально задумывался только как временная замена между уже снятой с производства Мариной и совершенно новой моделью, у конгломерата просто не хватало времени и ресурсов. Вот только запуск этой самой новой модели из-за нехватки средств был отложен, вследствие чего ITAL в итоге пришлось остаться в производстве на более длительный срок, в котором все-таки пришлось произвести некоторые изменения. С начала с октября 1980 года для ITAL стала доступна версия с автоматической коробкой передач и двухлитровым четырехцилиндровым силовым агрегатом серии O. Затем в ноябре 1981 года версии моделей HL и HLS были оснащены улучшенной внутренней отделкой. Наконец в сентябре 1982 года, после того как производство ITAL было перенесено из завода, находящегося в промышленном районе города Оксфорд-Коули, на завод в промышленном комплексе Бирмингема Лоннбридж был произведен полноценный рестайлинг модели. После переезда, связанного с модернизацией заводов Коули для производства будущих Остин Монтега и Остин Маэстро, о которых также было рассказано на канале, ITAL получал модернизированную подвеску, состоящую из новых передних телескопических амортизаторов и задних параболических пружин. Кроме того, появилась еще и дополнительная звукоизоляция, а сам салон был улучшен. С изменениями 1982 года, ITAL продавался уже до самого окончания производства в 1984 году. Приемником ITAL с четырехдверным кузовом седан и пятидверным кузовом универсал стал долгожданный Остин Монтега, выпущенный в апреле 1984 года. Приемником же версии с кузовом фургон стал идентичный, но уже новый Остин Маэстро. В целом, уже устаревший к моменту запуска и постоянно обремененный проблемами с качеством сборки ITAL за весь период своего выпуска приобрел очень плохую репутацию. Владельцы сетовали на то, что у него были те же проблемы с ржавчиной, что и у его предшественника Морис Марина. Сегодня, несмотря на то, что ITAL был выпущен позднее Марина, он встречается на дорогах в Великобритании гораздо реже своего предшественника. Не помогает даже то, что клуб владельцев Морис Марина и Морис Айтл стараются следить за тем, чтобы немногие оставшиеся образцы редкой модели сохранились. По состоянию на начало 2024 года по дорогам в Великобритании, согласно сайту How Rare Is My Car, по-прежнему колесят всего 17 Морис Айтл. Однако все-таки стоит признать, что несмотря на свою архаичную конструкцию и многочисленные проблемы, связанные с качеством, ITAL как минимум в начале 1980-х годов все же достаточно хорошо продавался в Великобритании, поскольку он обладал конкурентоспособной запрашиваемой ценой и низкими эксплуатационными расходами. Кстати говоря, его сборкой также еще и занимались в Португалии, где автомобиль оснащался старинным полуторалитровым дизельным двигателем серии B, мощностью всего 37 лошадиных сил. Интересно то, что португальский Айтл выпускался со значком Marina и фактически назывался как Морис Марина 1.5D. Любопытно и то, что даже после прекращения производства в Соединенном Королевстве, производственная оснастка ITAL была продана Chando Auto Works, компанией, входящей в группу китайского государственного производителя автомобилей First Auto Works. В 1998 году там снова с использованием шасси местного производства запустили в серию ITAL с кузовом Universal, но уже под названием Huendo CAC 6430. Позднее также еще и стали выпускать варианты с кузовами фургон и пикап. Возрождение, правда, продолжалось недолго. Автозавод в Чэнду закрылся уже в мае следующего 1999 года. Таким образом, после прекращения производства в Китае история выпуска никем не любимого Морис Айтл была завершена окончательно. Осталось отметить, что Айтл наравне с фургоном метро стал последним серийным автомобилем с эмблемой Морис. В 1987 году бренд Морис был окончательно закрыт, а права на его использование стали принадлежать китайцам. Осталось отметить, что Айтл,�, международная región, Продолжение следует...